Давайте так, часть оккупированных территорий остается оккупирована вне эффективного контроля украинского правительства, скажем так. 80 процентов, сейчас тело не в цифрах, но очень большое количество мы удерживаем, сколько неизвестно, куда двинется по результатам, куда наступить. По сути, большую часть государства, что, как они нам обещают, прекратив войну, вступаем в НАТО, многие могут сказать, что это супер исторический шанс. Более того, как говорят их же аналитики, советники и все остальные, никто же не собирается отказываться и не предлагает Украине отказываться от освобождения Крыма и оккупированных территорий, просто предлагают делать это не военным путем, в силу отсутствия перспектив сделать это военным путем. Или делать это военным путем, но ценой чего? Уничтожение 200 тысяч взрослого мужского населения, генофонда, разрушенной экономики полностью, всего остального. То есть вариант ФРГ-ГДР. ФРГ-ГДР вступает в НАТО, правильно? Вернее, ФРГ вступает, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно добудем, но гарантии НАТО на нее не распространяются. Во-вторых, что мы признаем эффективный контроль советской системы, мы противостоим. И третье, мы боремся за их освобождение не военным путем. В принципе, пока нас никто не слышит, и мы с вами одни, это очень неплохая сделка.